Давайте сначала обсудим, какая схема нам позволит быстрее сориентироваться со свойствами. Эти схемы дети составили сами. И теперь на конкретных химических примерах проверяют, какая из них точнее и удобнее в использовании. Победитель конкурса «Школа Росатома» Екатерина Бондарь показывает, как построить урок в русле деятельностного подхода. Один из его основных принципов – связь теории с практикой, науки с повседневной жизнью. Весь материал, который должен быть на уроке, он должен быть связан с практикой. То есть он должен быть связан с тем опытом, который есть у ребенка. Поэтому урок начинается с задания, которые имеют практический характер. А после дети вместе с учителем пытаются объяснить какой-то предмет или явление. И сухая теория становится ближе и понятнее. А все ученики прекрасно знают, как химия может пригодиться в жизни. Да и материал при таком подходе усваивается быстрее и легче. Дети, когда сами пробуют ставить какие-то опыты, сами чего-то достичь, то у них осядет в их головах гораздо больше, чем если бы им на доске просто написали, рассказали и заставили это выучить. За уроком наблюдают не только коллеги-химики, но и учителя математики. Ведь деятельностный подход приносит плоды в любой области науки. Среди участников стажировки не только финалисты конкурса школы Росатома, но и те, кто только собирается попробовать свои силы. Зареченские учителя проводят еще и теоретические занятия, на которых педагоги из других городов территории Росатома могут испытать предлагаемую методику буквально на себе. Мы строим занятия с стажерами так же, как с детьми. Чтобы вот если, допустим, кто еще не работал в этой технологии, они прочувствовали на себе, как это делается. То есть организуется и групповая работа, и обсуждение итогов работы совместная. То есть погружается в деятельностный метод. На финальном этапе стажировки гости сами спроектируют урок и опробуют его на своих коллегах. Математики обучат химиков, а химики проведут эксперимент над математиками. Причем экспертами будут не только зареченские учителя, но и другие педагоги из школ территории Росатома. Они увидят уроки в онлайн-режиме.